Пока в мире бушует коронавирус, никуда не делись и паразиты, которые наносят вред фермерам. Речь идет о вирусных заболеваниях растений. К слову, наш регион по итогам прошлого года занял первое место по количеству выявленных случаев в этой сфере. Как правило, болезни, губительные для флоры, приходят в нашей области за рубежа. Существующие на границах фитосанитарные посты едва ли справляются с распространением вируса. Почему, выясняла наша съемочная группа. Пост сырым. На границе небольшой ажиотаж. Для большегрузов в такой очереди в ПУРО организовывают стоянку. Банальная проверка документов превращается в пытку временем. И причин на то несколько. Конечно, в последнее время это погода. Она явно подкачала. Но есть еще кое-что, что является более фундаментальным. Проблемы еще остаются. Во-первых, там они жаловались, что до сих пор остается актуальным. Слабый интернет. И все-таки надо здесь делать таможню как сервисную. Как пропускной пункт. Как сервисно, чтобы каждый водитель в одно окно отдал свои все необходимые документы. И другого просто взял, получил и уехал. Проверки натуральным образом убивают время дальнобойщиков. Им бы проехать быстрее с точки выезда до пункта назначения и все. А тут в районе границы приходится останавливаться чуть ли не у каждого столба. Возмущаются водители. С другой стороны, есть проблема гораздо более масштабная. Взять, к примеру, пост сырым. Фитосанитарный контрольный пост находится поодаль от пункта, где проверяют документы при пересечении границы. Из-за этого далеко не все водители проходят фитосанитарный контроль и могут провести вирус. Мы не можем полностью обеспечить безопасность нашей границы. Почему? Потому что наши посты расположены вне территории пограничных контрольных пропускных пунктов. А машины, фуры, которые заезжают с нашим подкарантинным грузом, зачастую не останавливаются на наших постах. Из-за этого случаются прецеденты. Так, в прошлом году в страну попал вирус с изысканным названием томато-браун-ругус-фрут-витус из Турции. Болезнь поражает растения, что серьезно вредит состоянию агрокомплекса. Вообще, по словам Лавра Хариддинова, из существующих в мире 182 видов так называемых карантинных вредителей, в нашем регионе распространено 4. Сейчас задача не допустить завоз новых. На границе в настоящее время с этим справляются едва ли. Поэтому контроль переходит дальше. Иными словами, инспекторы проверяют магазины, где продают семена. Таких по области около 15. Здесь мы документы проверили. Они возили под карантинную продукцию. Не импортировали, а из других областей проверили. И в дальнейшем планируется импорт через Костанайскую область. Они сейчас проходят ПЦР-тесты. После того, к нам направятся. Заинтересованы фитосанитарным контролем и крупные предприятия региона. Так, к примеру, у Жалаевских комбинат хлебопродуктов частенько приглашают инспекторов для проверки зерна. Онлайн направляем заявку специалистами маркетингового отдела, фитосанитарию, где проводятся экспертизы документов. Затем при поступлении, при уже обозначении транспортного средства, карантинный инспектор приезжает на предприятие. Совместно с представителями предприятия проводят отбор проб готовой продукции, принадлежащей для отгрузки. Таким образом, у нас происходит взаимодействие с карантинной инспекцией. Стоит отметить, что в регионе еще два года назад было запланировано открытие шести фитосанитарных контрольных постов. Однако из-за ряда проблем сейчас дежурят только на двух из них. Остальные работают в мобильном режиме. А между тем, по итогам прошлого года, Западно-Казахстанская область заняла первое место по числу нарушений, выявленных в сфере карантина растений. Количество штрафов составило 42% от всех по стране. Алексей Кочемасов, Ербол Мендегалиев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.